Всем привет! Хочу снять средний расход топлива. Получается это вечер, пробок сильно особо не было, средняя скорость 23 км в час, пройденный 77 км. Расход топлива здесь по компьютеру показывается 9,5, на основном компьютере показывает 8 литров 900 грамм. Вот такая средняя скорость, это почти без пробок в Краснодаре. Машину я иногда глушил, когда пассажиров ожидал. На 92 такой расход. Если средняя скорость была бы 50-60, то конечно расход был бы намного меньше, раза в 2, наверное, литров 7-6. Это все расстояние я проехал с климатом на 21, авто с кондиционером, поэтому такой расход. Машина с кондиционером потребляет около... Сейчас покажу. Выключу фары. Так, чтобы ярче стало. Сейчас у нас кондиционер. Включим его принудил. Восемь градусов, в принципе, и должен включиться. 900 грамм потребляет. Добавим оборотов, к примеру. Чуть больше серединки. Уже литр 100 грамм есть. Еще добавим оборотов. Вентилятор до максимума. Компрессор выключился. 8 градусов сразу вставляет. Ну ладно, тогда давайте на выключенную потреблять машину на холостом ходу. Около 600 грамм расход топлива. 600 грамм. Сейчас подостыл. Должен. О, включился компрессор. Можем посмотреть. Ну да, она 400 грамм больше потребляет. Так, ну что там у нас по показателям. Сейчас посмотрим. Яркий свет. Сейчас адаптируется камера. Так, температура. Вот. Кратковременная коррекция. В идеале. Долговременная. Это вот сейчас мы баловались. Она скорректировала. Давление в пустном коллекторе. 41. Угол зажигания сейчас в минусе, потому что кондиционер включен. Вот кондиционер сейчас выключен. Угол зажигания в плюс пошел. Угол зажигания. Что там у нас? Так. Температура всасывания воздуха. Интересно, вот еще один показатель есть. Жалко, что коробку не показывает. Какой пробег. Ой, коробку. Какая температура. Показывает интересные два момента. Здесь сколько циклов коробка переключилась. Показывает. Вот, показывает температуру сейчас масла. Вот он. температура. И показывает. Вот они два показателя. Это геометрия впускного коллектора. Точнее, фазовращателей. Вот. И температура выше. Вот она. 90. Видите? Это показывает температуру головки. Либо клапанной крышки, либо что-то типа такого вот. Так. Посмотрим еще на показатели. Петаль в идеале. Температура воздуха 7 градусов, соотношение положения дроссельной заслонки, не гуляет даже, мы сейчас без кондиционера, без вентилятора, все, потребители выключены. Кампература катализатора падает. Так, датчик кислорода вот в данный момент показывает смесь, идеальная смесь, по-моему, около 16,5, по-моему, или 15,5, вот. Пробег показывает мой сейчас. Вот давление в вкусном коллекторе, видите, сейчас на холостом ходу 33, 34. Это клапан вентиляции бака сейчас закрыт. Вот сейчас он, видите, на 33 замер, он сейчас закрыт, он исправно работает. Когда он открывается, вот этот треск, который перед капотом, вы слышите, сильный, там стоит возле капота этот клапан большой такой вентиляции паров бензина. Вот когда он открывается, давление 30, 4,35 где-то. Но если ты больше 35 давления в вкусном коллекторе, то уже этот адсорбер не работает и проблемы могут быть, что машина глохнет на ходу в поворотах, либо плохо заводится, плюс большой повышенный расход топлива, плюс машина начинает тупить, подтраивать. Все из-за одного датчика. Он обычно выходит на пробеге 60-100 тысяч. Машина даже не греется, не хочет, зависла на температуре 90. Сейчас на улице у нас плюс 8 показывает. Вот такие показатели. Как правильно подключиться? Перед чем подключиться к этому адаптеру правильно, чтобы ваша машина определяла правильно. нажимаем автомобиль, настройки, ELM, выбираете протокол четвертый, желательно. Выбираете джили, вот здесь находите. Вот джили. Потом выбираете обязательно вот эту. Остальные все версии не подходят. Я пробовал. Больше всего показывает данных и правильных на вот этом. Да. Все. Теперь выходим. Делаем подключение. Она подключается. Желательно купить версию, чтобы у вас не было ограничений. Потому что у меня здесь не платная версия. Я здесь не могу купить. Надо заморочиться. купить оплатную эту версию. Она там требует Google аккаунту привязать карту. А у меня почему-то не получается. Вот. А на Huawei без проблем как бы можно покупать все программы и не чувствовать вот эти все ограничения. Вот. У меня пару попыток осталось. Потом эту программу удаляешь. Заново скачиваешь. Тебе дают пять попыток. Вот. Она же. Показывает обороты, температуру, скорость справа вверху. Классная программка. Классная программа. Про проды неисправности. Ну-ка, давайте прочитаем. Что-нибудь. Может он. Найдет. ну вот она шипа нашел это я когда подцеплял какую у меня ошибку он выдает и пойди еще разберись какую ну давайте попробуем открыть да неудобно ладно все ошибки она по моему не удалится надо будет более мощный сканер более мощный и 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 я это и нет статьи должна продлиться она а потом все является по моему это журчит она появляется Но на приборке ничего не горит. О, все хорошо, кстати, расход топлива увеличился, пока я тут видео записывал. А, все показатели удалились, ну вот на приборке, 9,1. Все, всем пока, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok